В декабре месяце, в конце декабря, управлением архитектурно-строительного контроля Детского городского совета был зафиксирован факт начала строительных работ без разрешительных документов. Согласно единого разрешительного реестра разрешительных документов, управлением не регистрировался документ о начале каких-либо строительных работ. В связи с этим нами был составлен акт, нами не был установлен собственник, соответственно, по установлению Кабинета Министра в 553-м нами было подготовлено письмо и отправлено в полицию, после чего в январе месяце мы совместно с управлением торговли выехали на место, установили собственника. На основании этого были отменены паспорта привязки на данный объект, потому что раньше там находился не капитальный объект, так называемый МАФ. Данные паспорта привязков были отменены. Кроме того, собственнику было разъяснено, что он осуществляет строительные работы без расширительных документов, а, б, то, что он захватывает земельный участок, который принадлежит территориальной громаде города Одессы. В связи с этим на сегодняшний день собственник сам ликвидирует то, что он построил. Сколько часов в январе? Ну, мы за этим следим, наш инспектор находится на месте, и мы будем каждый вечер информировать, на каком этапе что происходит. Ну, ебудик и остаточный термин там. Ну, я думаю, что постараемся, постараемся, постараемся до конца недели хотя бы убрать то, что на сегодняшний день он уже сделал. Ось так. А кто є власником, кажись, без ласка? Там юридическое лицо. Ну, это громадянина Украины? Да, да. Не иноземец? Нет. А что в полиции? Там вот будет какой-то штраф? Ну, давайте так говорить. Штраф не Плица выписывает, а мы выписываем штраф. Конечно же, мы все-таки вывозьмемся собственника, составим материал, административный акт. Но главной задачей наша стоит же не штраф и не составление акта и предписания. Наша главная задача демонтировать это. Мы его будем привлекать как не физическое лицо, как фоповца, да, то есть как юридическое лицо. Я думаю, что там штраф будет больше, около 60 тысяч гривен.